Привет, друзья! С вами Сникер Хейтер и в этом выпуске мы поговорим про кроссовки New Balance 577 Made in England из лимитированного пака Yard Pack. Это определенно одна из самых желанных и долгожданных пар кроссовок в моей коллекции, потому что я давным-давно влюбился в это крутейшее цветовое решение. Но поскольку этот пак выпускался уже несколько лет назад, то естественно нигде в магазинах этих кроссовок не оставалось. Я был очень рад, когда чисто случайно в одном из магазинов появились они и еще и в размерах. Так что совершенно естественно, что я сразу заказал себе пару. Ну и как обычно в описании видео оставлю ссылку на магазин, где они покупались и не только на этот магазин. Так что переходите по ссылкам, покупайте за адекватные деньги оригинальные кроссовки. Как обычно начнем с самого низа. Внизу нас ждет совершенно стандартная для 577 английской модели подметка XR1000. Естественно износостойкая, естественно агрессивная. Вот таким образом она выглядит. Местами полупрозрачная. И в принципе совершенно стандартное базовое решение. Единственное, что отличает ее от большинства других, это бежевый цвет, который действительно достаточно редко встречается. Но опять же тоже не является какой-то прямо особенной редкостью. Подметка стандартной толщины. Достаточно средней для New Balance, но более чем достаточной и в плане износостойкости. По части Metsolo тоже никаких новостей. Это N-CAP в задней части и прессованная пена EVA спереди, которая обычно называется C-CAP. N-CAP к счастью достаточно жесткий, поэтому все замечательно работает. В общем ходить одно удовольствие. Вот таким вот образом он выглядит. Но опять же для тех, кто знаком с 577 моделью, никаких новостей совершенно нет. Итак, пара слов про сам Ярдпэк. Как гласит легенда, в 1906 году Уильям Джей Райли сидел у себя на заднем дворе своего загородного дома или фермы и смотрел на всякое зверье, которое там шатается. Смотрит, коровы падают, овцы на ногах не стоят. Соседка с ведрами тоже донести их никуда не может. Падает и так и валяется на заднем дворе. И только один петух ходит и не падает. Уильям Джей Райли, естественно, заинтересовался, потому что парень он был наблюдательный. И говорит он, что же это петух не падает? И посмотрел, посмотрел, оказалось-то у петуха три пальца с когтями. И вот именно благодаря ним он и держится на ногах. Уильям Джей Райли, естественно, удивился. Запомнил это важнейшее впечатление в своей жизни. И, естественно, придумал кроссовки New Balance. Но что еще можно было придумать после того, как ты увидел, что петух не падает? И вот в память о том знаменательном дне, когда Уильям Джей Райли кричал на весь свой задний двор Эврика и хвалил петуха. И сделан этот ярдпэк с петухом внутри. С какой-то костью, которая, собственно, отвечает, похоже, у петуха за его равновесие. Магическое совершенно. Само собой, цвета для этой лимитированной модели были выбраны также наиболее петушачьи. Это яркий желтый, кирпично-красно-оранжевый, синий. Ну, в общем, вдохновлен он был перьями петуха и прочими его мужскими атрибутами. Ну, и меня вся эта петушиная нарядность крайне привлекла. И я считаю, что это одни из самых удачных New Balance в части яркости и цветового решения, цветового какого-то дизайна. На мой взгляд, то, что придумала природа, не бывает проигрышным с точки зрения дизайна, ну, вообще никак. Поэтому отличная идея – это просто взять и украсть стиль у петуха. Ну, и давайте традиционно все более подробно разберем. Начнем с самой заметной части. Это с такого вот нарядного патча, который на видео смотрится достаточно прикольно. Но в реальности это просто кусочек мягкой кожи, не сильно толстой, с тиснением ярдпэк. Вероятно, это растительное дубление, потому что прямо оно какое-то очень замечательное. Но при этом, куда это деть после того, как ты снял его с кроссовок, сложно придумать. Потому что даже в качестве брелка на ключах, ну, это как-то слишком недостаточно обработанная деталь. И сомневаюсь, что это как-то могло бы смотреться интересно хоть где-то. Но так или иначе, это первые мои ньюбалансы хоть с каким-то кожаным патчем. И приятно это видеть в любом случае. Забегая немного вперед, скажу, что в этой модели все материалы натуральные и действительно крутые. Поэтому придраться здесь откровенно не к чему было. И давайте рассмотрим все это подробно и отдельно. Начнем с буквы N, которая выполнена снаружи из толстой натуральной замши. Темно-синего цвета, которая, возможно, на видео будет смотреться совсем черной. Подложка из той самой кожи, из которой сделан патч. Ярко-желтого нарядного цвета. Смотрится классно. И, кстати, это единственный момент в кроссовках, где такого же цвета, как патч, использована кожа. Передняя часть выполнена из двух видов замши. Светло-синего и кирпично-красного. Замша толстая. Откровенно толстая. Наверное, одна из самых толстых и лохматых, которые я видел у ньюбаланса вообще. Смотрится она просто потрясно. Она, естественно, переливается так, как надо. Ну и шито они в том числе замечательно. Материалы крутейшие. В середине темно-синяя замша под цвет буквы Н. Из того же материала выполненная. А задняя часть выполнена из темно-синего. С явной и характерной текстурой кожаной. Скорее всего, это нубук или просто чуть-чуть шлифованная кожа с шлифованным глянцевым слоем. Смотрится замечательно. Ну, вот тоже такая матовая история, которая тоже как-то вот так переливается. Здесь мы имеем также матовую кожу. Скорее всего, растительного дубления. Которая тоже немножко меняет цвет. Поскольку на ней есть какой-то микро-ворс. Смотрится крутейше. Очень дорого, очень качественно. Перфорированная замша такая же, как и спереди. Но уже с перфорацией в этой части. И сзади кирпичного цвета замша. Тоже высшего качества. С вышивкой New Balance. Все это сшито прекрасно. Без традиционных для Англии косяков. Ну, насколько это вообще возможно. Смотрится просто потрясающе. Огромное удовольствие получаю от этой пары. И ждал ее, честно говоря, целых два месяца. Уже потеряли мою посылку на почте. Я думал, что все, она ко мне никогда не приедет. И я откровенно расстраивался. Потому что это, наверное, единственная пара, которую мне действительно было бы жалко потерять. Язычок тоже из крутейшей натуральной замши. С нарядной вполне вышивкой. Не кричащий. И очень-очень круто выглядящий. Огромное спасибо New Balance, что хоть в том далеком году, когда делался этот пак, они не надумались сэкономить и сделать этот язычок из дерматина. Действительно, это очень круто выглядит. Это классное, интересное украшение модели. Качественный замшевый натуральный язычок. В нижней части язычка сетка. И самое главное, что в передней части кроссовка тоже сетка. Она практически идеально прозрачная. Внутри есть подложка, но совсем-совсем легкая. То есть, которая, в отличие от большинства подавляющего других подложек New Balance, вообще никак не отражается на качестве вентиляции. Вентиляция действительно замечательная. И в этом плане твердая пятерка этой модели на лето. Это действительно то, что и красиво по-летнему выглядит, и вентилируется так, как оно положено. Шнурки в этой модели отличные синтетические. Вполне стандартные для Англии. Очень качественные. В комплекте идут такие вот темно-синие шнурки. И еще вот такие вот бордовые шнурки. На самом деле, бордовые абсолютно не кстати, потому что, не знаю, насколько это видно по цветопередаче на видео, но они не подходят вообще ни к чему. Ни к язычку, ни сюда. Ну, просто никуда. И я их попытался вдеть и посмотреть, как выглядят. Выглядят как-то совершенно позорно. То есть, ну, англичане просто решили от щедрот положить вторую пару шнурков. Но зачем они нужны, я так и не понял. Заглянем в недра этого кроссовка. Внутренняя отделка из достаточно жесткой и, на самом деле, откровенно цепкой к носкам синтетической ткани. На мой взгляд, не самое очевидное решение. Но, тем не менее, немножко я в них уже прошелся. И мне нравится, как это работает. Мне нравится, несмотря на вот эту вот цепкость, она не собирает какого-то большого количества катышков с носков. И, в принципе, вполне-вполне отлично работает. При этом, она производит впечатление такой штуки, которую будет, во-первых, легко постирать, а, во-вторых, той, которая не износится слишком быстро. Это тоже очень и очень важно в нью-балансах. Особенно в лимитированной серии, которую действительно хочется поносить подольше. Два слова про колодку и общий комфорт. Эта модель меня крайне приятно удивила. Потому что, обычно, когда покупаешь 577, неважно кожаные, не кожаные, у них такая же, как и у 576 английских, идея, то, что здесь тебе будет первое время жать по ширине. Не сильно, не критично, быстро, первые там 3-4-5 дней максимум, все разнашивается и отлично садится по ноге. Но чуть-чуть будет жать. Здесь же надеваешь новые кроссовки, как в тапочке. Размер тот же самый, все то же самое. Такие же ощущения у меня были только в кроссовках 997-х американских Festival Pack. Но, в отличие от них, здесь большая площадь офигенной вентилируемой сетки. И это действительно просто суперский выбор на лето. Ходить удобно и приятно. Особенно круто, когда не зашнуровываешь на верхние дырки. И получается, что они надеваются, снимаются очень легко, как тапки. Сидят отлично. С любым, в том числе и высоким подъемом, они совершенно спокойно надеваются. В общем, комфортные, крутейшие кроссовки на летний период. Просто идеальное решение. Еще раз взглянуть на замшу вблизи и оценить ее лохматость и толщину. Крутейший вариант. То, действительно, за что есть смысл ценить качественные английские New Balance. С внутренней стороны язычка у нас та же самая синтетическая ткань. Вполне цепкая и очень качественная. Ну и, конечно же, портрет того самого героического петушара, который единственный, похоже, у Вилли Морелли не падал на его заднем дворе. Стелька в этой модели из достаточно толстой пены EWA. Со сквозной отличной перфорацией. Не знаю, насколько это эффективно. Скорее всего, не насколько. Но, тем не менее, так оно и есть. Отчаянного красного цвета. Стелька практически глянцевая. И не знаю, насколько это хорошо в плане того, не будет ли она скользкая в итоге. Но, так или иначе, смотрится достаточно нарядно и забавно. В задней части стельки принт с изображением. Похоже, что той самой кости, которой Вилли Морелли и приписывает. Всю заслугу в стабильности петуха. С какими-то абсолютно непонятными цифрами. Ничего не обозначающими и никак не расшифрованными нигде. Ну и с автографом, собственно, Вилли Морелли. В целом, еще одно классное дополнение к и так уже прекрасному дизайну этой модели. Подведем итоги. На мой взгляд, петушачий пак безусловно крут. Это тот самый случай, когда мы имеем потрясающий дизайн. Отличное сочетание цветов в прекрасном английском стиле. И крутейшие материалы в каждой детали кроссовка. Видимо, все это было сделано еще в эпоху до того, как они наняли того парня, который придумал экономить на всем и втыкать везде дерматин в английские кроссовки. Что касается сезона, это тот редкий случай, когда английские кроссовки отлично подходят на лето. По поводу колодки, повторюсь, то для тех людей, кто по ширине ноги никак не влезал в 577, есть вероятность снова попробовать поместиться в эти. И очень большой шанс, что все-таки вы поместите. Они получились очень мягкие, комфортные. И откровенно по ощущениям пошире, чем стандартные 577 в этом месте. И я очень сомневаюсь, что это за счет только одной мягкости. Возможно, они просто по колодке получились немножко шире. Так что, если у вас есть желание и азарт поохотиться за какой-то достаточно редкой и уже давно непроизводимой моделью, то эта пара вполне того достойна. Как обычно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях, комментируйте. Обязательно переходите по ссылкам в описании видео. Покупайте классные кроссовки и тряпки за совершенно адекватные деньги. Обязательно подписывайтесь на инстаграм, поскольку там есть гораздо больше удобства и возможностей для более непосредственного общения. Берегите себя и своих близких. Спасибо вам за внимание. Всем пока.